Девчонки, всем привет! Мой влог, как обычно, начинается с еды. И сегодня я вам хочу показать тортик, который я готовила вчера, который называется, по-моему, Чародейка. Рецепт я нашла где-то на просторах интернета, просто что-то искала, и вот мне попался этот рецептик. Я его сохранила и сейчас решила сделать. Получился этот бисквит очень нежным и очень-очень пышным. Готовила я при помощи мультиварки этот тортик. Здесь два вида крема, вернее, здесь сверху глазурь у нас шоколадная идет, а здесь вот крем. Тортик делается очень просто и быстро, и, честно, я даже не ожидала, что получится такой вот вкусный результат. Поэтому, если вам интересно увидеть этот рецептик, то пишите обязательно в комментариях, и я постараюсь снять видео. Теперь хочу вам показать свой новый заказ Фаберлик, просто потому что мне лень будет снимать отдельное видео, тем более, что третий каталог, по которому был сделан этот заказ, он действует всего лишь две недели. И следующий у нас каталог будет действовать вот такой, 4-й, 29-го февраля. Здесь заказ получился очень таким большим и интересным, так как было очень много скидок. Если вы помните, в предыдущем каталоге, во втором там были специальные карточки Фаберлик, там надо было стирать защитное напыление с каждой карточки. У нас был код, который мы вводили на сайт Фаберлик, и, соответственно, показывала нам там, какой мы либо подарок выиграли, либо какую скидку. Так вот, этот крем, с чего я начну, который мне очень хотелось попробовать, новинка третьего каталога. Блюр-крем, который заявлен как крем для селфи. Скорее, это даже база, то есть это не крем, и он выглядит достаточно презентабельно, на мой взгляд. Даже вот на 8 марта кому-то подарить база под макияж, мне кажется, не помешает. Это не ухаживающий крем, я его еще не наносила, потому что получила заказ буквально вчера. Но очень хотелось попробовать, и вот он по каталогу, по-моему, 490 лет, без скидки. Со скидкой 300 с чем-то, а с 70% скидкой, которая мне выпала, по-моему, получался в 180 литров. И поэтому заказ получился, в общем, там достаточно масштабным, много всяких продуктов. Давайте еще новинку покажу, это пионы и лилия, гель для душа. Там была акция, заказываешь два, и, по-моему, гели для душа по 23 лея получается. И еще крем для рук из этой линейки новой оранжереи, пионы и лилия, мне нравятся. Аромат, и как пионы, так лилии вообще в косметике, здесь я ощущаю больше все же пион. Мне очень понравился аромат, такой весенний, приятный, ненавязчивый. Также там по скидкам уже, по-моему, 55%, если я не ошибаюсь, заказала тоже на подарочки. Это гамаж для лица и мусс для умывания. Мне вот эта серия нравится, у меня есть маска и что-то еще, я не помню, что именно. Нравятся хорошие продукты. Дальше просто в подарок как-то там по баллам выходило средство для ежедневной интимной гигиены. Еще одна новинка этого каталога, которую мне очень хотелось попробовать, средство для снятия макияжа с глаз. Во-первых, оно стало гораздо лучше и удобнее, чем предыдущее, которое мне не понравилось. Я уже вам говорила, по-моему, либо в пустых баночках, либо в каком-то видео. Я не помню то, что оно жесткое достаточно для глаз. Это я еще не успела попробовать, но оно точно так же смешивается. Как бы для водостойкого макияжа будем пробовать, как это. Надеюсь, что более усовершенствованная формула. И плюс еще вот такую пилку. Давно уже хотела заказать, но как-то она мне на глаза не попадалась, я все забывала. Оказалось, что она вот здесь достаточно такая, даже жесткая, что мне нравится. И вот здесь дополнительная пилочка для шлифовки, по-моему, есть. Выглядит хорошо, даже вот если на подарочек кому-то такое черное оформление матовое. И недавно услышала у девчонок, что вот в этой подводке Skyline они хорошие подводки были изначально по качеству, но здесь была отвратительная кисточка. Так вот, эта кисточка была с таким шариком на конце, и никто не мог приноровиться. Тут я у девчонок в видео посмотрела, что изменили на тоненькую, и решила взять себе черную. Наверное, тоже сегодня буду вот вместе с блюр-кремом тестировать эту подводку. Ну и как всегда, косметика для дома. То, что я повторяю во второй раз, это средство для чистки и мытья стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом. Этого эффекта я не наблюдала, по крайней мере в ванной. Но хорошо очищает все поверхности, да, то есть стеклянные, либо зеркальные. Не оставляет никаких разводов. Я использую со специальной салфеткой, тоже из дома Faberlic. И уже вот во второй раз заказала хорошее. И еще то, что я заказывала уже не помню в какой раз, но этот кондиционер бальзам для белья мне нравится больше всего. Какого-то аромата, он очень нейтральный, такой ненавязчивый, но все вещи делает мягенькими. И два средства новых. Одно я еще не пробовала, вот это концентрированное средство, универсальное. Вот здесь написано, для чего оно подходит. Буду тестировать, аромат приятный. А вот второе средство, тоже новиночка, экспертное очищение. Вот здесь написано, для чего. Я уже протестировала на своей кухне, и оно действительно работает. Даже какие-то вот пятнышки, которые не отмывались со временем. С налетом от кофе, от чая справилась просто на раз-два. Плюс еще такой приятный аромат цитрусово какой-то. Цитрусово сладенький что ли. В общем приятно потом пахнет на кухне. Но вот это средство очень и очень жидкое, поэтому будьте аккуратны, когда его открываете. Заказала, конечно, вот этот милый пакетик. Очень он мне нравится, когда они в наличии обычно заказываю. Ну а все остальное здесь уже либо для мужа, либо для папы. Также по бонусной программе я выбрала, вот там за бесплатно было, то есть за сколько-то баллов, 120 баллов по-моему. Такой парфюм мужской, Монроа по-моему называется он. Вот здесь 100 миллилитров. Давайте мы уже открыли, все протестировали. Очень такой солидный аромат. Приятный такой, но мне кажется все же для мужчины постарше. Хотя тут тоже можно подумать, в принципе у всех разные вкусы. Вот такой флакончик. И второй, Инкогнитон. Мне понравилось очень оформление, но здесь всего лишь на всего 50 миллилитров. Оформление, конечно, шикарное, но здесь всего лишь 50 миллилитров, в отличие от всех остальных парфюмов мужских от Фаберлик. Вот этот аромат более молодежный, но он тоже такой вот дерзкий, и тоже для уверенного в себе мужчины, парня. И вот на оформление, конечно, супер, классное. И вот мужу моему понравился вот этот больше. Также заказала ему новый дезодорант, антиперспирант. Он шариковый, приятный аромат, но не перебивает любой другой парфюм. Еще заказывала гель для бритья, не пользовался. Не знаю, поэтому какие отзывы, но здесь гелевая именно такая текстура. Дальше новый шампунь против перхоти для всех типов волос. Тоже попробую, потом как-нибудь вам расскажу. И вот эту пену, она, по-моему, поменяла свое оформление. Стала более длинная вот эта упаковка. И здесь какая-то другая крышечка. Внутри та же самая пена. Заказали вот эти две. Самая любимая из серии Цельсиус все-таки. Но ее не было в наличии, поэтому вот заказали такое. Так что вот, быстро попыталась вам показать весь свой заказ. Мы приехали на наш первый урок по танцам. Первого свадебного нашего танца. Посмотрим, что получится. Уже обоим интересно. Я когда-то давно танцевала, но это было еще в школе. В общем, потом на конкурсах различных. Вот, может, конечно, он не танцевал. Не знаю, что у нас получится. В общем, мы такие смеемся сейчас. Интересно. Вот мы вышли с нашего первого урока по танцу. Вообще, это весело. Не знаю, мне понравилось. Тебе понравилось? Потому что мы вместе никуда так вот, ну, на танцы, понятное дело, не ходили. Вот, но, как бы, прикольно. Нам понравилось. Сейчас мы поедем за цветами моей бабушки. Моей бабушке исполняется завтра 80 лет, поэтому хотим поехать на ночной рыночек, да, цветовый. Или как? Ночной рыночек цветовый. Или как это? База. Да. У нашей бабушки завтра день рождения, поэтому мы купили розы. Ничего не видно. Вот. Ей исполняется 80 лет. Мы съездили здесь в рыночек. Такая база, по-моему, да, ночная, где продаются цветы. Вроде как дешевле, но сейчас очень дорого. В общем, продаются сейчас эти цветы. Вот. Но мы все же купили. Очень такие красивые. Надеюсь, что свежие. Мы обещали, что свежие цветы, потому что мы завтра вечером аж поедем. И вот она, эта красота для нашей бабушки. Это розы голландские, как нам сказали. Очень красивые, но, конечно, дороговато. Сейчас сезон, еще даже не начало марта, но уже, вы знаете, скоро праздники, поэтому подорожали цветы. И, по-моему, тюльпаны сейчас у нас 10 лей стоят, а вот эти розы 25. Одна роза здесь, если я не ошибаюсь, 55 сантиметров. В итоге взяли такой вот красивенный букетик из именно красных роз. И сегодня поедем к бабушке. Девчоночки, чтобы закончить как-то это видео, давайте я вам покажу новинки от Фаберли, которые я вам обещала попробовать и рассказать, что и как. Прошло уже несколько дней, поэтому могу вам точно сказать, что я думаю об этих двух новинках декоративной косметики Фаберли. Первое, это у нас айлайнер вот такой в черном оттенке. Как я сказала, здесь изменилась кисточка, которым можно сделать супер тоненькие стрелки, но сейчас эта подводка не на мне. На мне сейчас вот такая от Inglot, как она, AMC, 77 номер. Знаете, я уже несколько лет знакома с Фаберли, но так декоративной косметики я как-то и не прикипела. Я обожаю уход за телом, я обожаю уход за домом, да, то есть косметику для дома, как они ее позиционируют от Фаберли. Но с декоративной косметикой все что-то не то и никак, либо то, что есть с чем сравнить. И действительно, вот эта подводка, она потрясающая. Вот она сейчас на глазах, во-первых, ей очень удобно рисовать стрелки, во-вторых, она супер стойкая. И даже порой мицеллярной водой ее достаточно сложно смыть, а если какая-то некачественная мицеллярка, либо двухфаска, то она может все черным сделать вокруг. Но зато она держится, я в ней уверена полностью, что она продержится целый день и вообще никаких проблем с ней не будет. Она даже если, вот у меня, например, вчера, ну как слезились глазки, и я была с вот этой подводкой. Так вот, кончика у меня с вот этой подводкой не осталось, она просто вся слезла, вытерлась как-то. И мне пришлось поэтому кончик дорисовать вот такой подводкой, потому что мне надо было еще полностью, чтобы весь вечер она не продержалась. Вот эта подводка яркого, такого матового цвета. Но, к сожалению, вот я ее могу нанести, если знаю, что мне вот часа на 2-3 надо выйти куда-то, и чтобы там не смотреть в зеркало постоянно. Потому что спустя 4 часа она уже начинает как-то, ну не знаю, в общем смотрится она не свежо, как от Inglot. Поэтому я ее, к сожалению, советовать не могу, не буду другие цвета заказывать. И вот эта новинка, о которой вы меня уже спрашивали, это блюр-крем у нас. Я им пользовалась где-то 3 раза. Здесь силикон на силиконе, как и в любой абсолютно базе. Объем 15 мл. Мне нравится, как выглядит этот флакончик с помпой. Это белый плотный такой вот крем, который хорошо замазывает поры. Если у вас кожа не обезвоженная, если она у вас жирная, то обладает супер матирующим эффектом, но не продлевает стойкость макияжа. Не знаю, как так. Обычно те продукты, которые матовые, которые матируют кожу, они обычно продлевают стойкость макияжа. Но не в этом случае, к сожалению. Здесь он хорошо матирует, хорошо заполняет поры. Написано, что можно его использовать даже без тонального крема. Но без тонального крема, да, менее заметны поры, но вот этого блюр-эффекта я не заметила. Все же здесь больше присутствует матовый эффект. Плюс, если у вас вот здесь шелушится носик, если у вас шелушится вот здесь, вот да, обычно вот в такой период, когда весна уже подходит, и обычно кожа вот бывает обезвоженная. Вот это все подчеркивает. Я вчера как наносила, нанесла на все лицо вот эту базу. И сверху вот на вот эту область самая лучшая разглаживающая, увлажняющая для меня база, это Time Balm. И я уже заказала второй флакончик себе, потому что она у меня уже подошла к концу. Я на себе и не только на себе ее использую, да, на девчонках, которым делаю макияж. Потрясающая просто база, которая продлевает отлично макияж. Если бы база эта стоила еще более бюджетно, я бы, наверное, порекомендовала к ней присмотреться. Но опять же, для комбинированной и для жирной кожи. Для сухой вот однозначно не подходит эта база. Что касается эффекта на фотографии, я сделаю превью на это видео, да, то есть главную картинку на это видео. Вот там я буду с этой базой. Не сказать, что она как-то вот прям на фотографии дает вот этот эффект фотошопа, которого мы можем добиться при помощи специальных программ. Так что неоднозначные для меня продукты. Вот этот неплохой. Буду еще пользоваться, буду экспериментировать. Я думаю, что больше она мне на летнее время года подойдет, поэтому я ее себе оставляю. Но айлайнер это снова промах и нестойкая, в общем-то смывается она зато очень быстро. Да, кстати, что я забыла сказать. Вчера я когда наносила, я обычно подводку как бы когда наношу, вот в эту область я еще оттягиваю немного века, чтобы вот полностью-полностью не было белого никакого пробела, то есть не было кожи, да, видно. И вот когда я эту подводку стала наносить очень близко к слизистой, то было такое неприятное ощущение сжения. Глаза не покраснели, но было вот такое неприятное ощущение, наверное, в течение еще где-то двух-трех минуток. И потом как-то мне даже, ну, неприятно, в общем, глазам было, поэтому для чувствительных тоже не советую. Ну, на этом буду сегодня заканчивать свой влог. Увидимся в новых видео. Пока-пока!